Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркетс. Также не забывайте, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на официальный телеграмм канала Маркетс с торговыми идеями, в котором на ежедневной основе мы постим большое количество аналитического контента вам в помощь для принятия торговых и инвестиционных решений. Ну что ж, торговая сессия среды удачно сложилась для покупателей доллара, то есть для нас с вами. Мы все правильно сделали, когда спрогнозировали неизбежное дальнейшее укрепление позиций американского доллара и слабость рисковых инструментов, потому что именно сейчас на рынке Форекс это и происходит. Фунт аутсайдер, я думаю, что еще день-два и мы точно увидим тест уровня психологической поддержки 1.15 и этот уровень является еще нашим целевым ориентиром. Немного сопротивляется европейская валюта, хотя тут это сопротивление условлено локальным новостным фоном. Я сейчас проговорю, чем это вызвано. Но надеюсь, вы понимаете, друзья, то, что при том новостном фоне, который сложился за последние недели, евро точно не имеет достаточных оснований для какого-то уверенного восходящего движения. И каждая попытка главного валютного риска обосноваться выше паритета, это всего лишь попытка, которая в конечном счете будет замещаться более активным наступлением продавцов, которые, конечно же, вернут евро-доллар ниже паритета и будут целиться уже на значение пониже. Кстати говоря, UBS прогнозирует, что к концу этого года пара евро-доллар будет котироваться на отметке 0.96. Кстати говоря, сегодня, если оценить повестку экономического календаря, у нас будет несколько релизов по индексам производственной активности PMI ведущих стран Европейского Союза и Еврозоны. Эта статистика будет опубликована в 7.55 по GMT. Если вам нужны еще дополнительные доказательства того, что в Европе все плохо по статистике, по состоянию экономики, считайте, что эти релизы вам в этом помогут. Также сегодня в 14.00 по GMT выйдет отчет ISM производственного сектора США. Важный, объективный релиз, который дает адекватную картину того, как обстоят дело в промышленности США. И если вы помните, в начале недели мы, в принципе, изначально выделили три релиза, за которыми стоит обязательно последить. Это отчеты DP по состоянию рынка труда, предварительные релизы перед Non-Farm Perils. Собственно, статистика вышла вчера. Далее ISM, то есть сегодня эстафеты переходят именно к этому релизу. Ну и завтрашний день, друзья, это супер волатильность. Заранее настраиваю вас на это, поэтому нужно заранее не забывать про то, что такое риск-менеджмент и про то, что очень важно контролировать загрузку ваших депозитов, употреблять, в принципе, с рисками. Даже несмотря на то, что иногда мы настолько уверены, что рынок должен повести себя конкретным образом, что прям хочется зайти, как говорят трейдеры, на полную. Но рынок довольно коварная сущность, поэтому даже при такой уверенности нужно все-таки допускать, что рынок может повести себя иначе. Давайте по порядку. Начнем с индекса американской валюты. 109 пунктов. Мы ждали, что неизбежный индекс доллара вернется к опланке 109, и это и произошло. Сейчас даже чуть повыше 109,06. И наша цель до конца этой недели прорабить сопротивление 109,50. Это необходимо, чтобы впоследствии мы нацелились уже на уровень 110 и ждали этот инструмента еще выше. Статистика по рынку труда. ADP, вчерашний релиз. 132 тысячи новых рабочих мест было создано в прошлом месяце. Это в два раза хуже, чем был прогноз. Прогноз средний по вопросу Reuters предполагал увеличение новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США на 288 тысяч. Но почему на фоне даже такого релиза мы не увидели снижение курса американского доллара? Во-первых, во-вторых и в-третьих, скорее всего, участники рынка решили проигнорировать релиз ADP, потому что это отчет, который был основан на обновленной методологии сбора данных. То есть, если вы помните, последние два месяца мы фактически не имели возможности с вами анализировать ADP, потому что этот релиз отпускался и пытались разработать новую методику объективного, актуального и максимально точного сбора данных. И я согласен с теми, кто считает, что в первых релизах новой формации расчета могут быть какие-то технические огрехи и сложности, неточности. Поэтому объективно лучше дождаться уже релиза следующего месяца и посмотреть на обновленные данные за предыдущий месяц. Вот потом уже можно будет делать выводы. Ну и к тому же, помимо ADP, у нас до этого вышел сильный отчет по уровню доверия потребителей от Conference Board, 103,2, рост с 95,3. Он как бы нейтрализовал влияние слабого данного, слабых данных от ADP. И, конечно же, вчера еще стоит выделить два выступления представителей американского регулятора. Это главы ФРБ, Федерального резервного бюро, как бы отделения Федеральной резервной системы, Нью-Йорка Джона Вильямса, который отметил, что 2%, который является целью американского регулятора по инфляции, будет достигнут, то есть показатель будет достигнут не раньше, чем в 2024 году. То есть фактически, если читать между строк, Вильямс допустил, что американский регулятор будет повышать процентную ставку не только до конца этого года, но и на протяжении всего 2023 года. И я не стану с ним спорить, вполне возможно, что так оно и будет. Глава Кливленда Лоретта Мейстер также подтвердила, что американскому регулятору в обязательном порядке до конца этого года нужно вернуть ставку до 4%. Мы, собственно, это уже знали благодаря ее коллегам, которые ранее нас уже подготовили к тому, что такой рост кочевой процентной ставки является неизбежным. Мы, конечно же, это знали еще после, точнее убедились в этом, после выступления Павлова на симпозиуме в Джексон-Холле, где он четко дал понять, что ценовая стабильность США является ключевой задачей для американского регулятора, поэтому ФРС повысит процентную ставку активными темпами в сентябре, в конце этого месяца, то есть относительно скоро уже, друзья. Это повышение, судя по всему, действительно может составить 75 базисных понтов. Причем хочу отметить, что даже несмотря на вчерашний отчет по EDP, настроения участников рынка существенно не изменились, и они по-прежнему закладывают чуть ли не 70% вероятность того, что ставку нужно будет повысить практически на 1% пункт. Поэтому по индексу доллара все складывается как нельзя лучше для покупателей. Ждем более высокие ценовые значения. Сегодня было бы неплохо увидеть сильный релиз по ISM производственному сектору в 14.00 по GMT, и было бы совсем замечательно, если завтра не разочаруют данные по Non-Farm Perils, потому что если статистика не подведет пятничная, то вероятность повышения ставки на 75 базисных понтов, я думаю, что коснется уже 80%. И на этом, друзья, индекс доллара будет уже цепляться за 110 пунктов. Пара доллар-иена 139.52, это максимум за 24 года. Наша цель 140 иен за 1 доллар, до нее остается 48 пунктов, совсем чуть-чуть. Я думаю, что, возможно, уже завтра у меня будет возможность вас всех поздравить, всех, кто открывал сделку по этой валютной паре в расчете на неизбежный рост и солидный профит на психологической планке 140. Европейская валюта против доллара 1.0014, около того сейчас котировки. Опять же, рост евро и то, что европейская валюта не просила так сильно, как британская валюта, потому что трейдеры все-таки допускают, что Европейский центральный банк пойдет по стопам Федрезерва и начнет активно повышать ставку. Уже, причем на ближайшем заседании, оно состоится в следующий четверг, 8 сентября. Это так, действительно. Инфляция растет. Вчерашний релиз по индексу потребительских цен в еврозоне подтвердил, что инфляция сейчас оказалась на исторических максимумах, 9,1%. Инфляция будет еще выше, потому что еврозона страдает от усиления энергетического кризиса, который, безусловно, разгоняет показатели индекса потребительских цен. При этом многие члены управляющего совета Европейского центрального банка уже фактически анонсировали, что ЭЦБ может повысить ставку тоже на 75 базисных пунктов. Если вы считаете, что эта идея достаточна вам, чтобы купить евро, пожалуйста, делайте, что хотите, друзья. Но я хочу напомнить вам, что все познается в сравнении. И если бы Европейский центральный банк повышал бы ставки так же активно, как Федрезерв, то, может быть, я с вами согласился, что евро может вырасти. Но Европейский центральный банк, даже несмотря на повышение предстоящей ставки на 75 базисных пунктов, будет серьезно отставать от аналогичных действий американского регулятора. Поэтому, еще раз повторяю, к концу этого года мы ждем ставку ФРС в районе 4%, а ставка Европейского центрального банка в лучшем случае будет в районе 1,75%. И весь этот новостной фон, все эти ожидания по росту процентной ставки, если кто-то из вас, может быть, нашел какой-то неплохой отчет и за него зацепился, все это меркнет и все это становится неважным, когда мы начинаем уходить с головой в тот самый аналитический кризис, который разразился в Европе. Напомню, с вчерашнего дня северный поток полностью остановлен. Вроде бы, как его работа должна возобновиться послезавтра, но не уверен. И с этим, опять же, согласны власти страны Европейского союза, потому что вчера они анонсировали экстренный саммит на следующую пятницу, на 9 сентября, через день после заседания Европейского центрального банка, экстренный саммит глав Министерства энергетики, на котором будет обсуждаться текущая ситуация на рынке энергоносителей и то, как Европа может минимизировать последствия полной приостановки поставок российских углеводородов в Европу. Я думаю, что в любом случае на ближайшие недели у нас риск развития энергетического кризиса останется доминирующей идеей, и я рассчитываю на этом фоне евро продавить еще ниже, друзья. Британская валюта без изменений, ждем поддержку 1.15, я думаю, что это практически ближайшие часы. И американский фондовый рынок тоже в соответствии с нашими с вами ожиданиями аутсайдер. Текущие котировки 3.927 по S&P, цель 3.800 пунктов. Кстати говоря, август для американского фондового рынка стал худшим за последние 7 лет, и потери составили порядка 8-9% в целом по NASDAQ, Dow Jones и S&P. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!